Протеерей Андрей Ткачёв Протеерей Андрей Ткачёв Пообщаться на темы, которые нас волнуют. Вы можете легко представить меня в космосе, а себя на Земле. Как будто я летаю, и вам передаю сигналы точного времени. Или наоборот, я могу представить вас, космонавтами, сидящими в своей комнате. То есть вот такая наша жизнь виртуальная. Сегодня мы в этом виртуальном общении попробуем поднять тему страха, поскольку мы столкнулись с массовой перепуганностью. Когда люди боятся массово одного и того же, то это страшно. Это всё равно, что напугать в прерии стадо бизонов. И они начинают бежать в одну сторону, и тогда всё живое исчезает по мере их продвижения. То есть людей вообще нельзя пугать специально, потому что они и так перепуганы. Вот я хотел бы поговорить вообще о страхах. В принципе, ну и о страхах специфических сегодняшних, нас коснувшихся. Страх вообще – это очень хорошая вещь. И многослойный термин, кстати говоря. Есть страх, который необходим. Это страх Божий. Как пророк говорит, говорит, вот чего, как худо, что нет в тебе страха передо мной. Что не боишься ты имени моего. То есть есть страх, который нужен. Страх Божьим, страхом Божьим всякая душа живится. Значит, это необходимый страх. Потом есть страх, если бы мы, например, не боялись огня, высоты, темноты, неизвестности, значит, мы бы до наступления 16-летнего возраста попадали бы с крыш и сжигались бы в кострах, потому что мы бы не боялись, мы бы лезли во всякое опасное место. Страх бережёт человека. Он боится темноты – это хорошо, потому что он не знает, что там. Не зная, броду несу и сию в воду. Боится высоты, и хорошо, что боится, иначе бы он эти зацеперы, там, всякие, там, эти, там, дигеры, там, кто-то где-то ползает, лазит, там, они же погибают без толку, беспричинно. Зацеперов током бьёт, там, всяких, там, дигеров земли засыпает, там, а панкурщики себе ломают подвоночники. Ни за что. Ни на войне, ни в бою за Родину или за семью свою, а так вот просто лихость молодецкая. Страха нет, вот, долго не проживёшь. То есть страх защищает человека. Но есть страхи уже мучающие. Апостол Иоанн Богослов говорит, что в страхе есть мучение. И ещё говорит, что боящийся несовершенен в любви. То есть если боишься, то, значит, не до конца любишь, потому что тот, кто любит, тот не боится. Кстати, по наличию любви нужно проверять по количеству страха. Вот гляньте на маму, которая вдруг превращается в тигрицу, когда она защищает своих детей. Обычная себе какая-нибудь там мама, но если детей обижают, им что угрожает, она превращается в тигрицу, у неё страх исчезает. Какие-то мысли о самосохранении, как правило, исчезают. Она забывает себя, она никого не боится. Она в это время бесстрашна, потому что любит. Вот любишь, не боишься, боишься и любишь. Это тоже такая очень важная связка, которую стоит проследить. Как правило, мы тем более боимся, чем менее любим. Семечко этих размышлений содержится в соборном послании Иоанна Богослова. Так что я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами об этих коллективных страхах. Сейчас новая ещё беда. Сейчас уже всё глобальное. Сейчас нет локальных вещей. Сейчас чихнули в Красноярске, значит, а заболели в Йоханнесбурге. Сейчас всё стало общим. Проблемы вроде у них, а, смотришь, через два дня проблемы такие же у нас. Сейчас всё очень быстро перемещается. Уж не конец ли близится всему, тоже такой страх может возникнуть. В общем, короче, страхи природные страхи, ночные страхи, девичьи страхи, благословенные, как страх Божий. В общем, все эти страхи сегодня в поле нашего внимания. Что успеем, попытаемся обсудить. Что знаем, скажем. Чего не знаем, признаемся честно. Скажем, вот этого мы не знаем. Признаться в незнании – это хорошо. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Екатерина. Я из города Белгород. И у меня такой вопрос. Люди после открытия храмов боятся идти туда. Они предпочитают смотреть богослужения онлайн и молиться дома. Но существует большой риск, что человек привыкнет, что это покажется для него удобнее. Но ведь мы же должны понимать, что для нас, прихожан, храмов просто не за что будет существовать. Что Рославная Церковь же всегда существовала за счет спонсора, за счет прихожан. И существует впечатление, складывается, что люди не могут жить без посещения других мест, а без храма могут. Могут обойтись каким-то затворничеством дома, не выходя из дома. Я разделяю ваши опасения. Вот это вот нужно бояться. Но если так будет, мы не сможем, наверное, коренным образом это повлиять. Ну да, мы видим, что без шоппинга не могу, без храма сколько угодно. Год в храм не хожу и не чешусь. А вот, скажем, с собакой погулять каждый день надо. Или вот, а как же это я на море не поеду? Как же жить на свете, если раз в год в море не покупаться? Да, есть такое. Этого стоит опасаться. Люди могут привыкнуть к этому. Какой ужасный труд приучить людей к храму. Это же нужно положить, не знаю, сколько усилий, трудов и временных, и так далее, ресурсов временного, чтобы люди полюбили церковь, узнали ее. А отбить их можно очень легко, они потом не будут. Да, есть такое опасение. Чем будет жить священник, как будут содержаться храмы? Вопрос связанный с этим, но уже второго порядка. Потому что закон церковный говорит так. Ищите не людского, а людей. Павел говорит, я ищу не вашего, а вас. Если эту фразу расшифровать, то означает, что ну ваше это что это? Это там, скажем, деньги, продукты, какие-то там, не знаю, ну все, что может человек принести с собой. Он говорит, мне ваше не нужно, мне вы нужны. Это должно быть законом церковной жизни. Мне ваше не нужно, мне вы нужны. Я помню то время, когда в 90-е годы бабушки, целый ряд, значит, прихожан, а тогда бы одни бабушки были. Сейчас-то уже вот можно и молодые лица в церкви встретить. Не ходили в церковь, потому что нищенские жили. Встречаешь на улице, он говорит, Стефанида, ты почему же тебя нет в церкви уже какую неделю? Он говорит, батюшка, не поверите, стыдно пойти, нечего в кружку кинуть, нечего положить на тарелку. То есть не за что свечку купить, нечего в храм копейку принести. Я помню, многие священники своим этим прихожанкам, своим многолетним, говорили, слушайте, пожалуйста, ради Бога, забудьте про все, не пишите никаких записок, не ставьте никаких свечек. Вы только приходите молиться, пожалуйста, вас не хватает, нужны вы, а не то, что вы принесете с собой. Конечно, они хотят принести на паникиду какую-то булку, там, и что-то батюшке, там, какой-то подарочек, там, и денежку оставить какую-то. Это понятно, но не для этого вы нужны, а не то, что у вас в карманах. Если священники будут это понимать и так делать, то мы никуда не пропадем и не погибнем, потому что люди благодарны в массе своей. Они тебе глаза повыверчивают и подарят, потому что если не чувствуют любовь и заботу, они тебе все отдадут. Они тебе не знают, как... Они будут думать день и ночь, как наизнанку вывернуться, чтобы подарить тебе себя. Они благодарны, но фальшь, корысть, сребролюбие, значит, лицемерие, ханжество, высокомерие, чванство народ тоже чувствует. Он, может быть, книжек не читает там особо, там, может быть, но они тут же прошифровывают, скажут, «Эй, нет, дядя, сюда я больше не ходок». Главным образом нужно бояться, что не будет людей. Тогда не будет церкви, тогда будут архитектурные сооружения. Ну, стоит красивый домик с крестиком наверху. Вот. А зачем он стоит? А кто его знает? Ну, стоит, да и стоит. Ну, какой красивый домик. Так же было раньше в советские времена. Я помню, когда водили экскурсоводы, экскурсантов по лавре, а лавра еще была неоткрытая. И они рассказывали, вот, монастырь, тут типа жили монахи, значит, там, а там было уже там, кто там только не находился какой-то. Институт Карпенко-Карова там в Украине, там, все там было в лавре напихано. А монахов не было тогда. И они говорили там, рассказывали истории всякие. Вот это, конечно, страшно. Храм как камень стоит, а людей в нем нет. Ну, зачем это все нужно? Так это насмешка какая-то. Так что надо сейчас восстанавливать. Это вот народное хозяйство, что называется. Война разрушила, значит, надо опять звать людей в храм. И объяснить, зачем. Да никогда ты дома не помолишься, как помолишься в храме. Наши дома никогда не превратятся в монашеские кельи. Сколько бы в них икон не висело. Тут все равно будет работать телевизор, кричать будут дети, будут там суетные разговоры, жена с мужем. Это будет мирское. Иди в церковь и разговаривай с Богом. И ты никогда так не помолишься. Нигде, как только в церкви. Надо будет обратно этим заниматься. Понимаете, нам этот коронавирус, он нас как бы на взлете сбил. Мы вроде трудились, 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 потом бах, он нас отбросил назад на несколько лет. И есть такое, вот этого надо бояться, конечно, что церковь будет пустая, тогда все. Я этого, конечно, тоже боюсь вместе с вами. И этот страх хороший. Потому что если ты этого не боишься, этого не чувствуешь, значит у тебя бегемотовая кожа. Значит ты не понимаешь проблем церковной жизни. Благословите, отец Андрей. Меня зовут Анастасия, мне 22 года. Я бы хотела спросить о страхе перед самим собой. То есть когда ты не знаешь себя, не знаешь, на что ты способен, что происходит в твоем сердце. Страшно от того, что ты не знаешь, что ты можешь сделать завтра. То есть на какую ты низость способен сам. Потому что ты не знаешь сам себя. И страшно от этого давать какие-то обещания Богу на исповеди. Или обещать что-то ближним, потому что ты не знаешь самого себя на самом деле. Что делать с этим страхом и как с ним справляться? Нужен ли он, рациональный ли он? Он оправдан, конечно, он оправдан. Вот именно здесь, собственно, есть объяснение того, почему нельзя так смело обещать, плясться, давать обеты. Потому что это все очень, так сказать, под вопросом. Ты сам себя не знаешь. То есть бояться себя, ну надо, пожалуй, и бояться даже себя немножко. То есть я не знаю вообще, что я могу отчебучить. Поэтому вот в страстные дни, там вот этот контраст разбойника и Иуда. Он очень вот, не знаю, кто-то чувствовал когда-нибудь. Вот там оно все вместе, там Петр, разбойник и Иуда. Это троица этих людей, персонажей в Евангелии. Они как бы вот, кого хочешь заставить задрожать, если в это вдуматься. Потому что один апостол, предатель вдруг, выше всех. Потом говорит, нет, умру за себя там. Если все отрекутся, я не отрекусь. Петр знал себя? Ничего подобного. Совершенно себя не знал. Он был уверен в себе и поплатился. Да я за тобой буду и в тюрьму пойду, и на смерть пойду. Говорит, на смерть пойдешь? Сегодня петух запоет, а ты три раза от меня отречешься. То есть Христос знал его, а он себя не знал. Причем другие, кстати, апостолы, они в себе имели сомнение. Когда Христос на тайной вечере говорил, аминь, аминь, говорю вам, один из вас предаст меня. Они засуетились и начали спрашивать, может быть, я? А другой говорит, а может быть, я? Это вообще, понимаете, такой страшный вопрос. Они не имели уверенности в себе. Они говорят, неужели я? А кто? Может быть, я? То есть они, каждый из них допускал, что вполне возможно, что это я сделаю. Говорит, ничего себе, неужели я? Иуда спросил, хотя уже знал. Вот этот точно знал, что предать хочет. А Петр говорит, да я хоть умру, хоть все. Вот эти крайности такие. А потом раньше всех разбойник в рай входит. Он вообще никому ничего не обещал. Он знал прекрасно о себе, что он злодей. Злодей он и есть злодей. Но он признался себе, что он злодей. Он согласился с тем, что он наказан справедливо. Так что здесь есть некая такая степень честности. Верить себе нельзя, как апостол на тайной вечере. Может быть, я? Кстати, Леонардо, когда писал икону тайной вечере, исторически совершенно неверную. Там не было никого стола, они вообще лежали. Но он изображал именно спор апостолов после этих слов. Потому что там один из апостолов, Фома, с пальцем, палец вверх показывает. Один? Это, может, больше предаст тебе. А некоторые говорят, я? Они на себя. Присмотрите к этой фреске. Там динамика такая. Они все как разворошены улей. И вот именно этими словами. Не верьте себе. Не нужно себе верить. Сейчас, кстати, такая модная, такая трендовая вещь. Надо верить в себя. Поскольку больше верить никого не осталось, то, говорят люди, надо верить в себя. Главное – верить в себя. Это слышно от всех. От политиков, от спортсменов, от первых и последних. Блажан Польсартер говорил, что в каждом человеке существует дырка размером с Бога. Это зияющая дыра и заполняет ее каждый, чем хочет. Чаще всего самим собой. То есть на опустевшие алтари человек ставит образ самого себя. И самому себе, как истукан, кланяется. Это просто финал. Это достойность слез, великих слез. Но мы не из этих. Мы верим в Бога. А в себя не верим. То есть кто верит в Бога, тот в себя не очень верит. А как я буду в себя верить, если я знаю, что много раз я обещал, хотел, но не получалось. Вот не получилось. Так что паники здесь быть не должно. Мне кажется, наоборот, это некое благое знание. У Игнатия Брянчанинова говорится, что мы все в прелести. То есть мы путаем доброе и злое, и не видим мир ясно. То есть наши глаза как бы засорены. Мы видим мир очень искаженно. Исходя из искажения нашего внутреннего мира, мы и окружающий мир искаженно видим. Но люди не знают этого и думают, что я ясно вижу мир. Что-то заливаете мне. Я все понимаю. И он говорит, что знание о том, что ты помрачен, это первое лекарство помрачения. То есть твои суждения, они погрешительны, они не стопроцентны. Ты не можешь сам на себя опереться и положиться, потому что не для того ты создан, чтобы на себя опираться. Для тебя есть Господь. Вот, говорит, я твердыня ваша. Два греха сделал сын мой Израиль. Меня источник воды живой оставили, выкопали себе колодцы сухие, которые воды не держат. То есть нельзя опираться на то, что не помогает. Если это Боги, идите за ними. Если я Господь, идите за мной. Так, говорит, Господь, постоянно. Идешь за теми, кто не поможет. Куда вы пошли? Они не помогут вам. Они бросят вас в самый нужный момент. На кого ты опираешься? На себя опираешься. А кто ты? Что ты из себя представляешь? Сейчас ты там мешок с костями. На что ты там хочешь опираться? Через некоторое время над тобой будет лопух расти и крест стоять. И будет написано даты жизни, твое имя, фамилия. Вот и все. На что ты хочешь в себя опереться? Говорит, нет, я верю в себя. Ну и верь, раз ты такой дурак. А я в себя не верю. То есть здесь то, что вы сказали, это вообще достойно похвалы. И не достойно страха. Бояться здесь нечего. Здесь нужно даже дорожить этим знанием. Там, где люди будут, говорят, да я руку на отсечение даю, да я клянусь, да я за него голову положу на плаху, да я... А я этого делать не буду, потому что я не знаю ничего этого. Я не верю никому, только Богу одному. Понимаете, вот в этом духе. Так что это хорошо. Мне кажется, что то, что вы изложили, это нормальное чувство верующего человека. Причем оно не превращает человека ни в какого-то, значит, в истерику какого-то, значит, ни в паранойю какого-то. Не, ничего подобного. Это признак психического здоровья. Знать свою ограниченность. Вообще-то достоинство ума знать свои границы. Когда человек говорит, вот эту яму я перепрыгну, вот эту яму я уже не перепрыгну. Это же достоинство. Если он говорит, я любую яму перепрыгну, прыгает, падает и разбивается. То есть это, да, вот это грех и глупость. А когда ты знаешь свои границы, значит, тогда все хорошо. Так что с вами все хорошо, мне кажется. И нужно знать, что внутри нас хранится очень много тайн. Кстати, заметьте себе, что человечество с большой настырностью изучает все, что хочет, кроме себя самого. Изучают там химический состав звездной пыли. Пытаются полететь непонятно куда. Куда лететь, ты под носом ничего не понимаешь. Ты не знаешь ничего вообще вот здесь, вот тут. И сам себя не знаешь. Про себя ничего не знаешь. А у индуса есть такая мудрость, говорит, когда ты видишь что-нибудь ужасное, отвратительное, говорит, скажи, это тоже я, чтобы не осуждать никого. Говорит, и это я. То есть как бы они... Вот, ну у нас тут немножко по-другому, но тем не менее. То есть себя не изучает никто. Внутрь глаза не оборачивают. Это наружу. Лев Толстой, где-то там однажды обмолвился, что человек может заниматься чем хочешь, лишь бы только не узнать себя самого. А, кстати, еще одна интересная вещь. Представьте себе, что вся наша жизнь – это некая пленка, кинолента такая, но снятая на пленку, только документальный фильм такой снятый, не смонтированный, но уже снятый такой, твоя жизнь такая. И ты потом, когда после смерти, твоя душа будет смотреть на себя со стороны, говорит, ну это ужас, это страшный суд, это наказание. Говорит, это же стыдно. Говорит, нет, сожгите эту пленку. А есть такая песня какая-то в советском роке, там, современного, говорит, и я кричу, остановите пленку, этот фильм я уже смотрел. Говорит, не надо больше показывать мне это в кино. Представьте себе, я собой горжусь, я себя знаю. Ты даже забыл, что уже было. И не представляешь, что может быть. Так что все в порядке с вами, мне кажется. И не в порядке только то, что не всем это понятно. Не все понимают, о чем мы с вами говорим. Не все с нами согласны. Вот что, мне кажется, не в порядке. Здравствуйте, отец Андрей. Я хотела задать вот такой вопрос. Меня зовут Экетерина, у меня трое детей. А я, конечно, в данной ситуации боюсь всех, если кто за них. За то, как в том мире и предстоит жизнь. В частности, вот меня беспокоят вопросы вакцинации, цепизации, централизации общества и всего остального. Могу ли я проявлять какие-то активные действия в сторону их защиты, что-то делать практически? Либо просто уповать на волю Божьей, молиться и ждать конца. Как вы понимаете? Спасибо. Ваш страх мне понятен, конечно. Действительно, страшно за рождающих детей и за тех, которые уже подрос как бы меньше страшно. Они сами возраст, им вот сами разберутся. А те, которые вот совсем еще там не смышлены, то да. Митрополит Филарет Московский, тот, который Дроздов, он в конце 19-го века, в начале 20-го, в начале 20-го не дожил, в конце 19-го, он, когда видел маленьких детей, там, 5-6-7-летнего возраста, он плакал. Его спрашивали, почему, что? Он говорит, я когда думаю, что им придется вынести, я не могу сдержать слез. Он предвидел как бы эти грозовые тучи на горизонте, он уже прекрасно понимал, уже сгустились. И он знал, что тем деткам придется, значит, войти в первую революцию, в вторую революцию, в Октябрьский переворот, в Красный террор, там, и в Гражданскую войну. Это все будет на их плечах, тем, которым сейчас 5-6, как бы это все как раз, они это все съедят. И, конечно, страшно за эту вот эту молодую поросль, тем более за свои детей. Я думаю, что активность всякая в данном случае, она похвальна. Ну, может быть, не всякая, потому что есть какая-то малахольная такая активность, но активность нужна. И поэтому, когда мы вдруг начинаем говорить о чем-то, везде, кстати, в интернет-пространстве, в соцсетях, друг с другом, тем более в виде там всяких там мирных шествий, там, где мы, это оказывается очень неприятно для тех, кто хочет править миром в одиночку. Я помню, на Украине православная общественность там долго воевала против электронных паспортов. Я в этом участие активного не принимал, не ходил с ними, потому что, во-первых, их было преступно мало. Когда они собирались, например, там, 22 человека, например, то это не митинг, а какой-то куром на смех, как бы, значит, либо надо потрудиться, собраться больше. Ну, и меня всегда тематика всегда смущала, потому что я, мне казалось, что дьявол другую нам пакость готовит. Так и оказалось. Пока мы воевали там с электронными кодами, как бы, в Украине выросло целое нацистское подполье, которое устроило Майдан, как бы, и перевернуло власть. То есть мы ждали обиды с одной стороны, она пошла с другой. А мы там ее не занюхали. Поэтому здесь нужно думать, против чего воевать в первую очередь. Вот чипизация там или там прививки там. Я вам, например, свое мнение по прививкам. Я не антипрививочник. Я понимаю, что прививаться надо. Там, Екатерина Великая, первый, кто привился в стране вообще, от ОСПы, например, да, первый, это Екатерина сама. Если прежде, чем мой народ начнет принимать прививки, я сама должна принять прививку. Мне такие правители интересны. Если ты нам это даешь, так ты сам это съешь. А они же нет, они же там что-то по-другому жизнь свою строят. Она сама приняла прививку, значит, там прививка была более грубой формы. Разрез делали ножом, скальпом, ланцетом. Разрез и мазок. Переболела в легкой форме. Теперь можно других прививать. Так вот, в принципе, прививки нужны. У нас же нет эпидемии ОСПы благодаря прививкам. Но у меня есть три вопроса. Во-первых, должно быть прозрачная закупка вакцин. Чтобы мы все прекрасно знали, где их взяли. Потому что есть случаи, и мне они известны, когда люди на рынке покупают за копейки просроченные, какую-то дрянь, непонятно где сделанную, а потом продают ее как нормальную вакцину и так далее. Есть такие случаи. Но это можно страшно обогатиться. За это война идет, за эти тендеры. То есть, первое, это прозрачность вакцин. Кто сделал? Чтобы я мог проверить, ты мне мог отчитаться. Второе, это дети должны быть проверены на резистентность. Так сказать, некоторым вообще нельзя ничего колоть. Например, у них какие-то аллегрики или еще что-нибудь такое. А, например, если ребенок, скажем, с насморком или после простуды, ему в это время нельзя ничего колоть. То есть, здесь должно быть обязательно, так сказать, обследование человека до инъекции. Этого, как правило, тоже не делают. Так вот, всех выстроили по приказу. Давайте всех колоть. Давайте всех колоть. А у него сопельки, говорит, ничего страшного, укололи этого. А у него там был бронхит. Ничего страшного, это укололи. Так нельзя. Должно быть строжайше, соблюдаться, значит, эти меры превентивные такие, чтобы человек мог принять эту, значит, вакцину. Этого до сих пор у нас не делалось. И, наконец, третье. А если вы ошиблись, врачебная ошибка будет, кто будет мучиться с больным ребенком? Я один или я одна? До сих пор же было как? Сделали ребенку прививку, здоровенький ребенок родился, бац, ему прививку, значит, он раз, до таких тысяч случаев. Люди приходят к врачам, врачи говорят, мы ничего не знаем. Люди приходят в суд, в прокуратуру, говорят, мы ничего не знаем. Это ваш ребенок, ваша проблема. Если будет врачебная ошибка, если здоровый ребенок после прививки и станет больным, государство должно брать на себя всю ответственность за произошедшее. Вот три простых вещи. Прозрачность доступа вакцины, проверка ребенка на возможность его колоть этой вакциной. И, наконец, в случае, если была врачебная ошибка или что-нибудь не пошло ни по плану, государство должно брать на себя ответственность за произошедшее. А не бедная мама должна теперь с ума сходить всю жизнь и с больной дочерью или с больным сыном возиться. Этого всего до сих пор нет. А мы хотим, чтобы это было. Так мы должны сказать об этом или не должны? Должны. Вот я, например, говорю вам, а вы скажете другой маме. Мама скажет третьей маме. А потом это скажет куда четвертой маме. А потом уже мама скажет, стоп, 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 стоп. У нас есть встречное требование. И зло даже маленького огонька боится. Один какой-то проповедник западный сделал такой эксперимент. Собрал на стадионе огромных людей в крытом стадионе. И потом вдруг раз погас свет. Бах! Все погасли. Полная тьма. Хоть глаз выкали. Говорит, вы видите меня? Говорит, не, не, мы вас не видим. Я вас тоже не вижу. Вдруг он зажигает зажигалку или свечку. Там маленький огонек. В пространстве огромного зала это просто точка. Говорит, вы видите эту свечку, эту точку, этот огонек? Все говорит, да, да, мы видим. Эта маленькая свечка в принципе отменяет мрак. То есть мрак все еще преодолевает, то есть его еще и еще больше. Но он уже не абсолютен. Даже маленький огонек как бы в принципе уничтожает тьму. То есть тьма боится даже маленького огонька. Поэтому они так раздражаются, возбуждаются. Что такое? Тихо, молчите, молчите, молчите. Ничего не говорите. Тихо, 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 тихо. Потому что когда тихо, 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 тогда мы сделаем все, что хотим. Потому что мы же можем, да? А вот нам не нравится такое. Мы же, а мы кто? А нам надо, чтобы нам объяснили, рассказали. Почему мы должны сидеть как телята и молчать? Мы можем обо всем говорить. Может быть наши страхи вам смешны. Ах-ха-ха-ха-ха, они боятся чипизации. Да, ха-ха-ха-ха, да, мы боимся чипизации. Ах-ха-ха-ха, они боятся антихриста. Да, ха-ха-ха-ха, мы боимся антихриста. Ах, они не верят там вот этим или этим. Какому-то Минздраву или каким-то специалистам. Да, я не верю никаким специалистам. Вообще им не верю. Потому что один специалист говорит одно, другой – другое. Что это должно? Разорваться на две части? Мы можем выражать свою гражданскую позицию. Хотя бы для того, чтобы нам страшно не было. Потому что когда человек боится и молчит, ему еще страшнее. А когда он начинает говорить, ему перестает мучить тот самый страх, который сильнее всего мучает молчащего человека. Даже в самые жестокие времена приговоренному к смерти давали высказаться. Приговоренному к смерти. На что, к смерти приговорили? Нет. Дайте нам высказаться. Потому что когда ты сказал все, что думаешь, ну, теперь дальше можно жить. Здравствуйте, я зовут Андрей. Меня зовут Ольга. И хотела бы задать такой вопрос. Некоторые хорошие мои поступки, не только, я думаю, мои, обусловлены страхами. Страхом попасть в ад. Или, например, я говорю правду, потому как знаю, что если я стал вон, то в жизни личной моя ложь будет раскрыта. И также увереннуюсь от каких-то нехороших поступков, потому что знаю, что сверху мои родные почившие смотрят на меня и видят это. Вот настолько губительно для моей души то, что я какие-то хорошие поступки, не все, конечно, но делаю не по тому, что я так хочу, потому что вот так вот душа моя лежит, а потому что я боюсь, потому что упомяну обусловленным страхом. Ну что ж, на вас исполнились слова божественные, где сказано, что страхом Божиим удерживается всякий от зла. То есть страх Божий, собственно, это и есть некая узда, которая удерживает человека от совершенно непотребного, неподобного, скверного, глупого и так далее и тому подобное. Если он у вас есть, то что же это прекрасно. Там высокие умы говорят нам, что есть некие стадии, там вот стадия страха, что ты как бы боишься, и как некий раб, боясь наказания, делаешь нужное, не делаешь ненужного. Это некая первая стадия, но она уже похвальна. А вторая стадия, это уже типа ты как наемный рабочий, да. То есть ты за установленную плату делаешь положенную работу. То есть говоришь там, хочешь быть в раю? Хочу. Ну так вот, будь любезен, делай то-то и то-то. Хорошо, вот я делаю, чтобы мне было хорошо и сейчас, и потом. Это вторая стадия, она тоже похвальна, но она тоже несовершенна. А уже третья, когда ты по любви делаешь все, что нужно, ничего не ждешь, ничего не хочешь, просто любишь как бы и все. Но это очень высоко, это третья стадия. Вы находитесь на очень хорошей, твердой, прочной стадии уклонения от зла при помощи страха Божьего. Это очень хорошо, здесь нечего стыдиться. Знаете, пошли однажды воровать кукурузу на колхозное поле папа с сыном. Дело было ночью, когда, значит, уже начальство спит. И они, значит, приготовили мешки и срезают початки, складывают, значит. А папа по мере этого оглядывается направо, налево, назад, вперед, чтобы кто-нибудь там вдруг часом там не появился, не заметил. А сынок говорит ему, папа, ты забыл посмотреть еще в одну сторону. Он говорит, в какую? Говорит, вот наверх, наверх. Говорит, в каком смысле? А что наверху? Говорит, ну, Бог же видит. Ну, видит же Бог. Вот так есть такая притча такая. Сельская притча, значит, о богобоязненном мальчике, который вразумляет папу, что Бог есть. Ты боишься людей, а Бог есть. Поэтому бояться Бога – это хорошо. Святой Николай Сербский говорил так, что вот есть люди, которые не боятся Бога, например, лезут воровать, например, в чужой амбар, там, в чужое зерно, например, да. Но если собака залает, значит, и убегут. Значит, собаку боится, Бога не боится, да. И он говорит, если ты Бога не боишься, как Бога, ты вор, если Бога не боишься, как Бога, то бойся его хотя бы как лавящего пса. Понимаете? Хотя бы так. То есть это уже хорошо. То есть я, говорит, Бога не боюсь. Ты, Господа Бога, хоть так бойся, как ты собаку боишься. Это будет уже хорошо. Поэтому не нужно стыдиться тех добрых дел, которые мы сделали из этого страха. К вам приходят, например, на работе и говорят, мы решили выдавить из нашего коллектива там неугодного какого-то человека. И вот придумали какую-то байку про него, какую-то кляузу такую, какую-то злую, какую-то историю. Нужно, чтобы вы подписались все. Мы сейчас начальство отнесем, начальство там разозлится и выгонит его. Говорит, ну это же неправда. Да, это неправда, но нам всем надоело. И мы все коллективно решились это сделать. Говорит, подпишись теперь ты тоже. А ты говоришь, да я как я подпишусь? Я Бога боюсь. Я такие вещи не сделаю. Ты что? Что же я буду? Так нельзя. Помните Иосифа Праведного? Он в Египте оказался и попался на глаз своей хозяйки. И был красивый, а она была, видимо, дама похотливая. И она положила на него глаз и хотела с ним спать. А он бедняжка, мало того, что он раб, да и вообще, как бы, она хозяйка. А он сопротивлялся. Он говорит, нет, 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 нет. Он именно говорил, я Бога боюсь. Она говорит, спи со мною. Совершенно обнаглевшая такая распоясывшаяся женщина, чувствующая власть над своим молодым рабом. Она говорит, спи со мной, прям открытым текстом. А он ей говорит, я Бога боюсь. Слышите? То есть он Бога боялся, и поэтому не совершил греха и заработал милость в глазах Господних. Поэтому не делать зла и страха Божьего, это очень хорошо. Я вам по-хорошему, ну, не то, что завидую, я как бы хвалю ваше состояние души. И этого нельзя стыдиться. Об этом нельзя всем говорить, но этого нельзя стыдиться. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Людмила. У меня такой вопрос. Сейчас многие люди боятся потерять работу, в том числе некоторые мои приятели, друзья. Что вы могли бы посоветовать таким людям? Спасибо огромное. Во-первых, я этим людям скажу, что я понимаю их страх. Ах, но вместе с тем я хотел бы процитировать такую одну очень простую вещь из одного совершенно не сильно интеллектуального американского фильма. Закроется одна дверь, откроется другая. То есть Господь говорит, если мать забудет вышедшее дитё и чрево её, то есть исчадь и чрево своё, если мать забудет, то я не забуду тебя. То есть Господь не оставит вас. Ещё я знаю, что трудолюбивые люди не бывают безработными. Безработица обычно у дел чаще, чем у других. У лентяев, у которых завышены требования к жизни. А нет, я не пойду за эту сумму работать. А сколько тебе нужно? А вот столько. А за меньше я не пойду. Или жить на печи, понимая, жиёт калачи. Или живёт на мамину пенсию. Если человек берётся за всякую работу, тогда двери открываются быстрее. Поэтому хорошо бы в юные годы приобрести несколько профессий, чтобы были как раз такие палочки-выручалочки. Чтобы можно было в случае лишения основной деятельности взяться за что-нибудь другое. В принципе, я думаю, что пока силы есть и есть некая смелость и энергия, надо браться за любую работу. Потому что есть хлеб даром грешно. Воровать ещё грешнее. А те, кто берётся за любую работу, они показывают живучесть и в конце концов живут дольше, лучше. Нельзя бояться безработица. Нужно тыкаться в любую дверь и браться за любую работу. За любую работу. Легальную, конечно. Уже за это получишь от Бога благословение. Есть, конечно, и святые, помогающие найти работу. Кстати, первый из них – это Иосиф Обручник. Это человек, у которого в руках был топор, стамеска, лопата, сверло, долото, и который учил работать маленького Иисуса Христа. Святой праведный Иосиф. На Западе есть традиция посвящать целые алтари святому Иосифу. И в этих алтарях обычно молятся люди простых профессий. Всякие каменщики, плотники, штукатуры. То есть им уделяется внимание в связи с тем, что был такой работяга с мозолями, который воспитывал маленького Иисуса. Звать его Иосиф. Вот можно помолиться святому праведному Иосифу. Он покровитель всех, любители трудиться. Вообще в Божьей семье не было никого лентяев. Матерь Божья и шила, пряла, и пекла, и варила, и все, и мыла, и убирала. Иосиф там строгал, там, значит, резал, клеил. И этому всему учил маленького Иисуса. Иисус до 30 лет работал. Он только три года последний жил на милостыне, на подаянии и проповедовал. А до этого времени работал все время. Работяга без труда не останется. Работа бегает за хорошим исполнителем. Вот это я и скажу нашим молодым людям, которые боятся потерять работу. Здравствуйте, отец Андрей. Священник Дмитрий Кишунов. Служу в Станисе Теннолесской, Старопольской епархия. Здравствуйте. Это Христос посреди нас. Есть и будет. От молодежи вопрос такой, который, ну, еще так, воцерковляется, но именно к вам вопрос. Говорит, мы боимся в связи с последними ситуациями «Вот заповедь, вводитесь, размножайтесь». Говорит, а вот сейчас многое зависит не от нас, да, и как бы законы лишь выбирают за нас. Что нам делать там? Вот сейчас будут принимать детей наших радиаций и сразу будут чипировать. Ну, такие мысли у них бывают в голове. Вот. Как их утешить? Именно они спрашивают это от вас. Спасибо. Я их очень понимаю, что страшно, значит, рожать детей. Страшно, да. И люди постоянно об этом говорят и постоянно жалуются и исповедуются в этих своих... Это фантомный уже страх такой. Страшно рожать детей. Но когда мы начинаем смотреть на эту ситуацию в длительности исторической, то мы находим такую странную вещь, что никогда легко, оказывается, не было. То есть, если бы из страха рожать прекратили бы рожать, например, в войну или после войны, или в гражданскую войну, там, или тогда, то, очевидно бы, убыль народонаселения была бы невосполнима. Нас и так многих поубивали, позагноили. Но если бы еще рожать перестали, то было бы совсем худо. Русскому крестьянину тому-тому без всяких чипов там и жило всегда очень тяжело. Жили на редьке и на сухарях, как бы, значит, но многодетные... Еще, кстати, не было понятия многодетной семьи. Там семь, восемь, девять, неважно, а это нет такого понятия. И все на горбу своем. Без всяких дотаций, пенсий, там, и субсидий. И ипотек. И как-то вот этот жил народ, это невыносимый жизнью. Думаю, что если бы нам оказаться в тех временах, при царе Горохе, то мы бы завыли бы, прям завыли бы в первые полдня. А к вечеру второго дня мы бы попросились обратно. Исходя из реальности, я вижу, что легко никогда никому не было. Ни иммигрантам не было легко, ни тем, кто работал на тяжелом производстве, ни тем, кто попал под каток войны или еще каких-нибудь бед. Ну и, конечно, нам нелегко. Просто меняются беды. Одни беды побеждаются, на их место приходят другие. Так говорил Константин Леонтьев, наш известный философ, несослуженно забытый. Он говорил, что цивилизация не улучшает жизнь человека. Она просто побеждает некоторые проблемы человека. А на место этих старых побежденных проблем тут же появляются новые, непобежденные. И вот мы победили там какие-то вещи. И теперь у нас есть там теплый ватер-клозет, значит, там хороший мобильный телефон, значит, крыша над головой, и возможность летать по воздуху на самолете. И мы вроде бы счастливы стали. Нет, на самом деле у нас появились новые проблемы. Раньше их не было. Так что мы живем в это время. А мы его не выбирали. Но заповеди Божии относятся ко всем временам. Мзда Господня, сына ведь, мзда плода чревного. То есть нужно рожать, преодолевая страхи. А я не говорю уже про то, что нужно рожать много, там 7, 8, 9 и так далее. Но просто рожать надо. Иначе тогда остается только монашество или девственность в миру, что очень тяжело, почти невозможно. На такой сомнительный путь толкать людей – это преступно. Большое число людей – это преступно. Так что пусть помнят, что Господь с тобой, говорит, не обожжет тебя солнце днем и луна ночью, ибо с тобою Господь. Как гора Сион вокруг Иерусалима, так Господь вокруг людей своих, отныне и до века. Не оставит Господь боящихся на него. То есть вот это все, что в псалмах написано, все, что пророки сказали, это все к нам относится. А камень-ногу не сокрушишь. То есть и ночью не испугаешься, и стрела тебя не испугает, и так далее, и тому подобное. Это все касается нас. На нас все должно исполниться. Это не просто читается о ком-то для кого-то. Там Давид написал, а мы почему-то читаем. Это для нас написано. Поэтому проверьте на себе. Кстати, Господь и говорит – проверьте меня. Вот сделайте то-то и то-то, а я сделаю то-то и то-то. Проверьте меня. Прям кто-то из пророков так и говорил. Всегда было страшно рожать. Я думаю, что страшнее всего было рожать Еве, наверное. И уже даже не первого, а второго. А потом было страшно хоронить, когда первый, второго убил Каин Авеля. Вообще с тех пор жизнь не как стала кошмаром, так и не прекращалась быть кошмаром. Так что нужно влюбляться, и жениться, и рожать, и воспитывать, и бороться за детей своих. Потому что, по слову Господа, до конца времен сеяние и жатва, весна и лето, и все остальное не прекратится. В том числе и родовая деятельность человека. Христос да поможет нам. Христос да будет с нами. Вот что главное должно беспокоить нас. Чтобы не отступай от меня, Господь, не оставай меня одного. Будь мне помощником. Потому что без тебя в самых комфортных условиях я пропаду. Материна, я из Сергея Посада, учитель математики. Я одна воспитываю троих детей, и у меня очень часто бывает страх перед своим же бессилием. Например, вот наступил период самоизоляции. Я работаю дома, все хорошо, и потом решили с детьми поехать на дачу. Начало лета. Приезжаем на дачу, а на даче наводнение. А дача для нас — это как тот кусочек счастья, кусок земли счастья, куда мы можем поехать. И вот этот страх, что я увидела воду, он меня настолько сильно обуял, что я всех посадила детей в машину, мы уехали. И, конечно, потом я борола этот страх, поехала, купила новые саженцы. Но что я поеду их сажать после всех выходных. Но вот страх перед какими-то вещами, он меня порой одолевает. Вот моё бессилие в каких-то ситуациях. Слушайте, а сколько лет вашим детям? Моей старшей дочери 21 год, 16 и сыну 3 года. Но теперь надо дождаться, пока дочка выйдет замуж, и появится мужчина в вашей семье, взрослый мужчина со стороны дочери, ваш как бы усыновлённый сын, так сказать, взять. Ну и когда малой подрастёт, трёхлетний, чтобы у вас была защита рядом. А так, ну а что от вас требовать? Женщина без мужчины боится житейских трудностей. Это естественно и неукорно. Ругать вас или кого-то другого за это может только бессердечный человек. Женщина не должна быть в небе соколом летать, асфальт укладывать и по звёздным морям плыть. Это большевистская дурь. Женщина должна быть женщиной, и возле неё должен быть мужчина. А если он отсутствует, или он качественно не тот, что нужно, тогда она, конечно, превращается в рабочую лошадь и всего боится. Поэтому только можно пожалеть только человека, и пожелать, чтобы возле вас появился сначала хороший зять, чтобы дочь была счастлива, и вы были счастливы за ней, рады за неё. И чтобы малой, самый малый, подрастал побыстрее, и чтобы он был мамой защиты и помощью на будущие ваши годы. А может быть, вы себе найдёте своё счастье, ещё, может быть, ещё Бог вам даст спутника жизни, может быть, и такое вас ожидает. И тогда вообще ваши страхи уйдут, вы почувствуете себя просто женщиной, возле вас появится мужчина. А иначе что ж, иначе так вот и будешь бояться каждого наводнения, каждой засухи, каждого потёкшего крана и всего остального. Так что здесь просто, 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 ну это крест одиночества такой, крест безможности, так сказать. Помоги вам Бог. Ну что ж, друзья мои, этот часик мы с вами провели в беседе, и надеюсь, что сказанное будет полезно тем, кто нас слышит онлайн, и услышит или увидит в записи. То есть так или иначе мы пытаемся как-то выкручиваться в неестественных ситуациях. Есть, знаете, такая есть плакатик такой, там, где цапля жабу проглотила, а жаба ещё не проглочена, схватила цаплю за горло, и написано, не сдавайся, значит. Never give up. Значит, так вот мы, как эти жабы проглоченные наполовину, как бы, значит, пытаемся цаплю держать за горло, и чтобы нас не проглотили до конца. Что-то пытаемся делать, чтобы с ума не сойти, как бы, значит, чтобы нам на плечи не село ни отчаяние, ни бессмыслица всякая. Пытаемся оставаться в общении. Говорит, общение не забывайте. Когда мы встретимся в следующий раз, Бог есть. В этом формате или в нормальном тоже Бог есть. Пока что до свидания. Храни всех, Господь. Спасибо всем, кто потрудился для этого эфира. Для всем, кто остался за кадром, отдельное спасибо и просьба простить всем тем, кто не успел задать вопрос. Потому что время, как вы знаете, не продается в магазине и весьма ограничено. До свидания.